Благодаря участию Славянского района в краевых программах на условиях соцфинансирования, планомерно каждый год улучшается материально-техническая база образовательных и медицинских учреждений. Решаются жилищные вопросы льготных категорий граждан. За последние пять лет в районе были построены три объекта здравоохранения, два детских сада, легкоатлетический манеж, пять домов, в которых получили квартиры дети-сироты, переселенцы из ветхого жилья, врачи. В этом году ведется строительство еще одного многоквартирного дома и крупного спортивного комплекса. Первый пункт в рабочей поездке – строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Анастасиевской. На подготовленной площадке рядом со зданием спортивной школы «Олимп» ведутся работы по закладке фундамента будущего спорткомплекса. По проекту в нем запланирован большой зал с двумя раздевалками, тренерская комната, душевые. Территория вокруг спорткомплекса будет благоустроена, предусмотрено ее озеленение, оборудование асфальтированных проездов и тротуаров из плитки. Общая стоимость объекта составляет 37 миллионов рублей. Роман Синеговский осмотрел стройплощадку, подробно обсудил с руководителем подрядной организации схему будущего здания, технические моменты по возведению несущего металлического каркаса и наружной отделки. Начальник управления строительства Денис Уляху глава района поставил задачу обеспечить четкое соблюдение графика производства работ и ежедневный контроль качества, чтобы объект был завершен и введен в эксплуатацию вовремя. Кроме этого, продумать размещение парковки. Парковка с учетом нового корпуса, когда замыкармали, не выбирал. Была хорошая парковка. Следующий строительный объект, где побывал глава района, трехэтажный многоквартирный дом в поселке Совхозном, в котором будет выделено 11 квартир для детей-сирот и 10 для врачей. Сейчас возводится второй этаж здания. Осмотрев объект вместе с начальником строительного участка, Роман Синеговский убедился, что работы выполняются согласно срокам, качественно и профессионально. Он полностью монолитный, еще раз напомните, будет утепленный, будет утепляться. А чем отделка? Карает? Покраска? Да, да, да. Вон уже у меня гидроизоляция есть уже, вон с той стороны. Керамзитный бетон или тяжелый бетон? Тяжелый бетон. Тяжелый бетон, да? Вы так строите, да? Да. Ну, бетон очень прочный, марка высокая. Ну, понятно. Как бы очень-очень. Дом будет очень крепким. Расположена многоэтажка в зеленой зоне с красивым видом на храм, неподалеку от школы, детского сада, спортивных объектов и парка. Завершить строительство планируется к концу года. С 10-го числа заходят кладчики, начинают кладку, заходят сантехники. Электрика сейчас практически за моноличивание делается. Голоса тяжелая с кабелем уже. Там она идет как бы синхронно с этим. Ну, я думаю, что справимся. Не то, что думаю, я уверен, что справимся. Молодцы. Завершил рабочую поездку Роман Синеговский на строительной площадке по улице Щерса, где будет возведена новая школа, рассчитанная на 825 мест. Вместе со специалистами Управления строительства глава района еще раз обсудил тонкости проекта, сроки работ, планы по благоустройству прилегающей территории. Анна Монастыренко, Александр Костицын, Александр Тимовская. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова